Всем привет! Меня зовут Давид, и вы на канале Powerpoint Это Легко. Сегодня мы с вами научимся делать текст более ярким и привлекательным. С помощью различных эффектов, свечений, теней и так далее. Итак, начнем. Создаю слайд, пишу текст. Давайте сразу, чтобы было лучше видно, сделаю этот текст жирным и большим. Шрифт Arial Black. Итак, на прошлом уроке мы с вами проходили, что при выделении текста у нас появляется новая вкладка. Вкладка «Формат». На этой вкладке располагается больше всяких инструментов для работы с текстом и фигур. Сегодня мы с вами изучим такие эффекты для текста, как контур, тень, отражение и свечение. Итак, начнем. Давайте сделаю текст голубенького цвета. Начнем с контура. Для того, чтобы создать контур для текста, нужно нажать на вкладку «Формат», «Контур» и выбираем, нужен ли для себя цвет контура. Например, темно-зеленый. Сейчас контур очень тонкий, его еле видно. Для того, чтобы сделать контур более большим и жирным, нажимаем «Контур», «Толщина» и выбираем подходящую толщину. Например, 6 пикселей. Если же нам нужны дополнительные параметры контура, то нужно нажать «Контур текста», «Толщина», «Другие линии». Здесь толщина контура может быть любая. Предел не 6 пикселей. Здесь предела нет. Давайте напишем 15. 10. Ну, или 5. Теперь давайте поработаем со всеми этими параметрами. Контур можно делать двойной, тройной. Одна линия толстая, другая тонкая. Или наоборот. Вот, например, вот так можно. Или одну сплошную. Тип штриха. Пунктир, круглые, черточка с пунктиром. Все это сдается. Если, допустим, у нас выбран пунктир, то можно задать тип точки. То есть тип окончания пунктира. Плоский или круглый. Видите, он там скругляется. Давайте сделаю побольше текст. Даже 200 пикселей. Вот так вот. Теперь, надеюсь, вам будет все видно. Тип точки. Круглые. Прямоугольные. И плоская. Прямоугольные и плоские почему-то одинаковые. Итак, о контуре текста поговорили. Теперь давайте поговорим про тень. Выделяем текст, формат, анимация. Тень. Разработчики здесь нам уже подготовили заготовки. Это если свет падает прямо на буквы. Ну и так далее. Это тень, которая располагается снаружи текста. Также есть тень, которая располагается внутри текста. То есть, как будто бы текст вдавлен. Слайд. Если подходящей заготовки мы здесь не находим, мы можем выбрать варианты теней. Здесь есть ползунки, с помощью которых можно задать любую тень для текста. Давайте начнем. Цвет давайте зададим черный. Прозрачность. Тень ведь не бывает чисто черная. Должна быть обязательно прозрачность. Давайте 50%. Размер это. Размер. Размытие это на концах тени. Она должна чуть-чуть размываться. Угол поворота света. И расстояние тени от букв. То есть, расстояние букв от слайда. Если же нам нужно задать тень внутри текста, то в заготовках выбираем тень внутри, ну, любую заготовку. Выбрали. Все. Теперь можно опять двигать ползунки, которые работают. Вот, например, ползунок размер уже не активен. И здесь тоже можно поиграть. Поиграв с этими ползунками, можно добиться такого результата. Текст получился, как будто он находится в 3D-перспективе. Давайте контур уберем. Для этого выделяем текст. Контур текста. Нет контура. Давайте посмотрим, как это будет отображаться при демонстрации презентации. Так. Теперь давайте поговорим об отражении текста. Для этого выделяем текст или область, в которой находится, анимация, отражение. Здесь дополнительных параметров нет, к сожалению. Есть только заготовки. Давайте выберем любой из предложенных. Например, вот такой. Получился такой 3D-текст с отражением. Если отражение нам не нужно, выделяем текст, в котором отражение есть, анимация, отражение, нет отражения. Отражение удалилось. Теперь давайте разберем свечение текста. Анимация, свечение. Свечение бывает слабым и самым сильным. Здесь уже разработчики подобрали цвета. Но если необходимого здесь нам цвета нет, то мы можем создать свой цвет. Для этого выбираем сначала интенсивность свечения. Ну, например, третья степень. Первая, вторая, третья. Опять нажимаем анимация, свечение, другие цвета свечения. И, например, голубой. Вот так сдаётся свечение. Давайте посмотрим, как это будет показываться. Для того, чтобы удалить свечение, уделяем текст, средства рисования, анимация, свечение, нет свечения. Так убирается свечение. Домашнее задание. Поиграйте с ползунками диалогового окна «Тень». И придайте тексту такой вид, который вы сейчас видите на своих экранах. Подсказка. Тень находится внутри самого текста. Ну что, мы сегодня с вами разобрали более интересный эффект для текста, а именно контур, тень, отражение и свечение. На следующем уроке мы с вами уже поговорим о более интересных эффектах. Поговорим о рельефе, создании объёмного текста и так далее. Большое спасибо за просмотр. Жду вас на следующем занятии. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok